Саша, ты меня фотографируешь? Костик Можжевельников тянул Елену в историю. Екатеринбурга. Ко дню города жители дарят уральской столице не срезанные, а живые цветы. На горшочках пишут свои имена и поздравления. Десятки именных растений станут украшением главных праздничных площадок. Это связано с живым. Зелень – это же все живое, настоящее. И то, что это многолетнее, меня тоже порадовало, потому что хочется вкладывать, и чтобы был надолго результат, осталось потомком для всех. Сохранить живую память о дне города флористы решили неспроста. Обычно после салюта сотни букетов отправляются в компост. Теперь же горожане смогут и в будни почувствовать атмосферу праздника. Не только в центре, но и на окраинах. Сейчас рябины, липы и гортензии пристроились на огромном стуле. Но уже после праздников они прочно осядут в почве скверов и парков Екатеринбурга. Суровая уральская экология заставляет беречь зелень. Поэтому растения уже после праздников на протяжении нескольких лет будут не только радовать глаз, но и чистить воздух. Украсить новыми саженцами дизайнеры предлагают не только открытые пространства, но и стены домов. Причем по задумке кирпичные кладки и блоки будут вечно зелеными. А хвойное растение, оно всегда будет зеленое. Оно будет зеленое и зимой, оно и весной, и осенью, и летом будет радовать. Почему мы поднимаем вертикально именно хвойное растение? Потому что такой наш некий-некий, опять от малого к большему. Такой посыл, что мы хотим, мы знаем, что это возможно. Пока зеленый Екатеринбург существует лишь на картинках. Однако уральские флористы утверждают – все возможно. С ними согласен и ландшафтный архитектор из Лондона Питер Финг. Я думаю, что главная задача для Екатеринбурга заключается в том, чтобы закончить думать об архитектуре зданий. Нужно начинать думать об экологических и, что более важно, о социально адаптированных пространствах. Именно поэтому в рамках форума ландшафтного дизайна многие сцены в сквере украсили цветами всех мастей размеров. Так, в этом букете аж три сотни веток гортензии. Такая красота стоила ее создателям больших усилий. Очень кропотливая, мелкая, требующая усидчивости работа специалистов по ленд-арту, которые там практически четыре грузовика веток вручную обработали, обрезав все мелкие листики лишние. И вот там час за часом, час за часом сплетали, выплетали каркасы основы этого великолепного букета. Оценить работу уральских флористов можно уже сегодня. Но окончательно праздничную клумбу соберут к субботе. Арт-фестиваль проходит в сквере возле театра драмы. Дмитрий Сгагин, Полина Обросимова и Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга.